Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня канал Лес от Огород приготовил пирог, который вообще без яиц, а получился вкусный, надеюсь, мы сейчас проверим. И вот такой вот он получился пышный, с фруктами, с апельсинками, с киви. Так что, если рецепт вам понравится, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, как вам такой рецепт. Приятного просмотра, а мы будем чаевничать. Во, годится, можно готовить. Итак, друзья, что же мне понадобится? Я просеяла 250 граммов муки пшеничной высшего сорта. Теперь я буду добавлять сюда сухие ингредиенты и просеивать. 1 столовая ложка у меня кукурузного крахмала. Я просеиваю крахмал. Затем я беру 2 чайные ложки разрыхлителя, либо, наверное, 1 чайную ложку соды. Обычно на пачке с разрыхлителем пишется, на сколько граммов или килограммов муки. Просеиваем разрыхлитель для теста. Затем я просеиваю какао ещё раз. Добавляю полстакана, или же здесь у меня где-то 150-140 граммов сахара. Ну, сахара можно по вкусу добавлять. Перемешиваю хорошенько сухие ингредиенты. Вот, перемешали хорошо. Теперь добавляю растительное масло. Здесь у меня 50 миллилитров. Также перемешиваю. Постепенно добавляю 1 стакан. На 250 миллилитров у меня стакан тёплого молока. И всё хорошенько перемешиваю. Итак, друзья, смотрите, я перемешала хорошо, чтобы не было комочков. Откладываем тесто в сторонку. Можно, конечно, помочь себе венчиком, либо миксером. Но вроде бы ложкой тоже неплохо получилось. Теперь мне нужно нарезать фрукты. Можно взять любые ягоды, или же сок лимона, чтобы погасить наш разрыхлитель здесь. Но перед тем, как нарезать апельсин, я сниму с него цедру, чтобы не пропадало. Пусть так же будет. Кстати, ароматизатор. Можно взять ванилин и какао не добавлять при желании. Так, теперь перемешиваем с цедрой. Откладываем тесто в сторонку. Пусть оно ещё немножко у нас отдохнёт, пока мы нарежем фрукты на кусочки. Почищу киви и почищу апельсин и нарежу. Апельсин нарезаю примерно на вот такие кусочки и одновременно проверяю, чтобы не попались косточки. Потому что бывает такое, что косточки попадаются. Всё, нарезаем апельсинчик и киви. На дно выкладываю киви. Вот мы киви выложили. Теперь половинку апельсина я также распределяю по дну. Вот так. Оставшийся апельсин я добавляю в тесто и перемешиваю. Если образовался сок, то вместе с соком, чтобы кислота взаимодействовала с нашим разрыхлителем. И дадим ещё минут 5 вот тесту отдохнуть, пока у нас разогреется духовочка. Всё, я включаю духовку. А пока духовочка разогревается, я вот на фрукты возьму 1 столовую ложку пудры сахарной и 1 чайную ложку крахмала. И вот это всё вот так просею на наши фрукты. И сразу же залью тестом. Тесто уже у нас 5 минут постояло. Заливаем тесто. Духовочка разогрелась. Мы вот так разравниваем ещё тесто. Выпекать буду режим вверх-низ 180 градусов на среднем уровне. Диаметр формы у меня 20 сантиметров. Друзья, вот такой пирог получился у нас. Выпекала я 50 минут и 10 минут ещё при закрытой духовке в горячий пирог постоял. Можно оставить так, а можно совсем немножко. Я смешала 1 чайную ложку какао и 1 чайную ложку сахарной пудры. Вот так припорошить. Всё остынет и можем пробовать с чайком. Класс! Всего хорошего всем! До свидания, друзья! Пока! Какая погода прекрасная! В воздухе пахнет весной. Вчера был последний мороз, минус 15. И дальше, по сводкам метеопрогнозов, уже больших морозов не предвидится. А мы поели вкусного пирога и решили угостить братьев наших меньших. Но нашли космоса, а спейса нигде не видно. Спейс! Спейс! Кс-кс-кс! 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 Оставляем спейсу долю. Кс-кс-кс, как всегда, на подготовке. Кс-кс-кс всегда. Кс-кс-кс! Кс-кс-кс всегда покушать. Что, не нравится? Нравится. Он думает, что я с камерой брала. Приятного аппетита! Нет, нет, космос. Я тебе сильно великий кусок дала. Тебе неудобно ести, да? Так тебе будет удобно. А то он, бедный, не знает, а как его есть? А спейса долю осталось. Ну, все, космос. Приятного аппетита на меняет. У космоса еда, прежде всего. А у спейса подружка, прежде всего. Не знаю, или охота. Или закрыли соседей кто-то.